Южно-Уральский приборостроительный кластер Планар, являясь на данный момент техническим партнером госкорпорации Ростех, зарекомендовал себя на международном рынке измерительного оборудования, занимаясь разработками и производством такого сложного сегмента, как векторные анализаторы цепей. Здесь происходит успешная конкуренция с такими крупными корпорациями, как Кейсайт, Роды Шварц, Анрицу. Здесь и по исследованиям непосредственно специалистов госкорпорации Ростех, это оборудование, непосредственно произведенное кластером Планар, является более чем конкурентоспособным, как в технических характеристиках, так и в ценовых диапазонах. Более того, по оценкам международных агентств, таких как Фростен Салливан, который неоднократно оценивал как непосредственно нашу линейку векторных анализаторов цепей, данное оборудование используется как с одной стороны для разработки и производства в принципе приборов для промышленного интернета вещей, так и непосредственно есть возможность использования таких приборов, как для индустрии 4.0, то есть, допустим, для исследования материалов. Одним из оборудований, тоже немалозначимых для нас является анализатор ТВ-параметров, цифрового аналогового телевидения, которое в Российской Федерации является единственным в мире, такое оборудование непосредственно в формате ДВБ-Т2 разработки и производством занимается Родешвард, то есть, в мире всего два производителя подобного оборудования. Возвращаясь к теме сегодняшнего доклада, которая была сформулирована в Госкорпорации Ростех по проведенным исследованиям среди региональных властей, дело в том, что на сегодняшний день созрела потребность во внедрении технических средств, которые позволяли бы осуществлять автоматизированный, дистанционный мониторинг непосредственно объектов, ситуаций чрезвычайных, которые могут происходить на таких объектах. То есть, это мониторинг опасных производственных объектов, непосредственно государственных, учреждений муниципальных, таких как школы, университеты и так далее. В каких-то регионах формируется потребность по мониторингу производств химических, производств связанных с газовой промышленностью. В этой связи нам было предложено разработать и предложить некое комплексное техническое решение, которое можно тиражировать в российских регионах и успешно его внедрять в рамках таких программ, как безопасный город, умный город, умный регион. Говоря о концепции такого технического решения, оно включает в себя наш опыт реализации таких проектов сегментарно, то есть в сегментах мониторинга пожароохранной сигнализации, мониторинга пунктов редуцирования газа других объектов газораспределения сетей. Это мониторинг транспортных объектов, любых движущихся объектов. Также это участие наших специалистов в разработке проектов по эко-мониторингу. В частности, коллеги из госкорпорации «Ростехкорпорация Швабы», которые имеют этот интерес в виду своих проектов в городе Москва, где формируется потребность на мониторинг ЦО на дорогах. Также это иные другие функции, другие области. Важно – это качественная обработка информации, непосредственно ее получение и передача на некий единый диспетчерский пункт, который либо уже организуется в регионах в рамках вышеобозначенных программ, как «Безопасный город» или «Умный город», либо же требуется такую точку, назовем ее условно точкой, необходимо ее создать. В этой связи чуть более подробнее остановлюсь на тех преимуществах, которые интересуют в данный момент и наш регион, и другие регионы. Именно это использование в наших решениях по мониторингу нескольких альтернативных каналов связи, то есть ярким примером служит практически стопроцентное оснащение нашими системами телеметрии города Челябинска в сегменте пунктов регулирования газа, в частности, компания «Челябинск Горгаз» с одного фактически монитора имеет в режиме реального времени информации о состоянии каждого пункта регулирования газа, то есть это информация о входящем-выходящем давлении, о температуре помещения, температуре газа, это охранно-пожарная информация. Важным будет здесь отметить то, что наше решение является более инфраструктурного характера, в частности, производством датчиков мы не занимаемся, но благодаря тому, что наши все решения совместимы практически с любыми типами датчиков, как новыми, так и старыми, почему мы говорим о старых, потому что мы учитываем в том числе реалии, которые есть на существующих производствах, в частности, на газовом хозяйстве, когда корпорации уже приобрели в свое время и используют достаточно успешно датчики аналогового характера, и есть необходимость применения и использования именно их, поскольку, как было ранее отмечено в других докладах, деньги считают все, в особенности в компаниях, которые ведут активную коммерческую деятельность, и все готовы, точнее, не все, но те, кто хотят внедрять решения в области индустрии 4.0, они готовы тратиться на точечные решения, которые соответствовали бы, с одной стороны, их текущему положению, с другой стороны, как-то функционально улучшили бы одно из проблемных направлений и, по возможности, снизило бы издержки, позволило бы увеличить выручку, в частности, по расчетам нашей Челябинской газораспределённой организации с момента начала внедрения наших систем до текущего года. Расходы, если их выражать не в денежном выражении, а в человека-часах, то есть в трудозаторах, то есть мы исключаем здесь и инфляцию, исключаем любые курсовые колебания, то расходы на эксплуатацию, на содержание их опасных производственных объектов снизились в 4 раза, что в данном случае непосредственно влияет на распределение их же бюджетных и не только бюджетных средств на другие проекты, в частности, газификация, поскольку для них это является вопросом острым, в частности, и в нашем регионе, и во многих других, поскольку газификация не является стопроцентной на территории Российской Федерации. Если говорить о том, как идет взаимодействие по данному проекту с регионами, корпорация Ростех готова в лице концерна «Созвездие». Мы являемся непосредственно их техническим партнером, разрабатываем, производим оборудование. Они готовы выступать главным поставщиком, оборудованием, в том числе заниматься некой кастомизацией. Его, поскольку, как я ранее упоминал, в разных регионах проблемы могут быть абсолютно разные. Это, во-первых. Во-вторых, внедрение такого рода проектов всегда связано с некой состыковкой уже с действующими как программными продуктами, которые уже внедряются или планируются ко внедрению в рамках того же АПК «Безопасный город», так и уже действующего оборудования, которое установлено на местах. И в этой связи наше решение позволяет, с одной стороны, осуществлять как мониторинг объектов, так и производить самодиагностику такого оборудования, благодаря чему конечный пользователь, то есть в данном случае мы говорим о органах государственной власти, в регионах о МЧС, которые могут получать достоверную информацию о как исправности установленного оборудования мониторинга, так и необходимую информацию по техзаданию, то есть обнаружение неисправности, обнаружение превышений в температурных режимах, в других иных средах. Соответственно, надежное получение информации, достоверность такой информации вкупе с понижающимся уровнем опасности ведет к тому, что повышается уровень управления региональными процессами, экономика региона, что положительно влияет на возможность использования более эффективных бюджетных средств в данных регионах, на реализацию иных других важных программ, а что особенно актуально сейчас, когда нужно, скажем так, заниматься некой экономией, а бюджетных средств, стараться их тратить максимально эффективно для всех участников. И в заключение я хотел бы добавить, что взаимодействие Ростеха с регионами в данный момент осуществляется в достаточно активном режиме, прорабатываются именно те самые индивидуальные запросы, потребности, и параллельно ведется взаимодействие с федеральными структурами, заинтересованными в общественной безопасности населения, это непосредственно такие, как МЧС. Ну и поскольку данное решение должно так или иначе стыковаться с такими проектами, как «Безопасный город», «Умный город», то происходит взаимодействие с Министерством связи Российской Федерации. Поэтому будем надеяться, что данные проекты будут, с одной стороны, реализованы, с другой стороны, будет конкретный ощутимый эффект в повышении общей безопасности в наших регионах, в том числе в Челябинской области. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok